Девушки отдыхают Друзья, с вами программа «Три сложных вопроса». И что это за вопросы, как можно на них ответить, мы узнаем сейчас из нашего общения с людьми, которые искали ответы на эти вопросы, которые задавали их сами себе. У нас в гостях Олег и Радмила, Острейка. Наш первый вопрос относится к тому, как вы подошли к такому, мне кажется, поворотному всё-таки моменту жизни, как вы призвали в свою жизнь Бога Всемогущего, скажем так. Что это было для вас? Мой путь в этом вопросе был, начинал с самого детства. С самого детства меня бабушка отвезла в церковь, православную церковь. Она была верующей, у неё была иконка. Я когда оставался у неё, когда там болела ангина или ещё какие-то, меня родители оставляли, бабушка, и она у меня, скажем так, выхаживала. И помню, как она молилась. И она меня отвезла тогда в церковь, я помню, это было годико 4 или 5 было у меня. Это был неосознанный шаг тогда. Но я это помню сейчас, как я был в церкви, как я молился, как нас батюшка крестил тогда. Вот это был такой путь. Потом это всё как-то забылось постепенно. И, наверное, я жил обычной жизнью. В общем, наверное, такого духовного компонента было в ней совсем мало. Если вообще... Ну, наверное, было, да, какое-то. Праздники все отмечали церковные. Вот. Потом я стал чувствовать, что мне чего-то не хватает. Это в каком возрасте это прям почувствовало? Ну, это уже, наверное, было мне лет где-то ближе к 40, может, до 40, наверное, где-то 30 с чем-то. Лет я стал чувствовать, что мне не хватает, ну, как я сейчас понимаю, мне не хватало водительства. Вот. Я когда шёл по жизни, мне казалось, что чего-то мне не хватает, с кем-то мне нужно быть вместе. Это из серии, вот как Аркадий Гайдар написал. И всё было бы хорошо, но что-то нехорошо, да? Да, да. Вот такое чувство вас мучило. Я шёл как будто, знаете, по туману какому-то. Я не чувствовал вот этой дороги. Я понимал себя в призвании, понимал, кем я есть и что, но я не чувствовал, вот этого вот мне не хватало, чего-то такого глобального. И вот с этого момента, как бы, я стал больше, ну, в общем-то, ему стали больше вместе, но как-то искать и понимать, думать о том, что это. И таким образом мы пришли в церковь, и в церковь я уже понял, вот оно, вот оно, то, чего мне не хватает. И общение с верующими людьми, слушая духовное послание, послание, да, то есть воскресное служение, когда пастор выступает. И вот в этом началось какое-то такое движение, я стал наполняться и чувствовал, что это вот водительство. Я знал, к чему мне обратиться, где получить ответ на вопрос, который возникает. Я понял, что такое Библия, о чём она, что вся жизнь там описана, и ты можешь найти всегда ответ. А много у вас было вопросов к 40 годам, которые были не отвечены? Ну, у меня, допустим, были, конечно, вопросы, ну, наверное, много. Мне надо было, главное, понять, на кого я должен надеяться в жизни, кто мой главный водитель, что это не какой-то светский человек, что это наш создатель, и на него опора и надежда. Это был самый главный вопрос. И попробовать услышать его, о чём, куда он меня дальше ведёт, куда толкает, какую дорогу открывает. То есть вы пережили мир такой, да, и вот действительно стали получать ответы на те вопросы, которые у вас были легче. Да, мне стало сразу легче. Я сразу почувствую, что вот, я уже не один, я иду именно вот с помощником, с самым глобальным помощником. Ну, я правильно понимаю, что вера в Бога у вас была всегда практически, да? То есть вот от этого первого впечатления, что есть такое особое место, есть там какое-то, может быть, даже особое переживание, и вот это понимание, что есть высший вас, да, или нет? Ну, вера была всегда, да, всегда я знал, что есть Бог, да. Но это, наверное, так, скорее всего, получение каких-то отношений. Мне просто интересно, я помню, как мы с вами заговорили, и я вас знала больше по вашей профессии. И вот в моём понимании было нейрохирургия как что-то такое, прям очень такое, не знаю, аналитически связанное с руками при этом, да, то есть как человек такой в чём-то даже, не знаю, машина, а с другой стороны искусство, то есть ты вторгаешься в такие тончайшие вообще сферы, то есть операции на головном мозге, то есть одно неверное движение, человек может потерять разум, превратиться, просто потерять человеческий облик, например, такая мера ответственности, и есть ли какая-то взаимосвязь между зоной вашей ответственности, обучение, профессии, да, то есть мы знаем, что, в принципе, мы ещё находились в системе образования, из которой была начисто вычеркнута всякая возможность детям уверовать, например, в Творца, все следы, скажем, творения и сотворения, вот, у вас не было конфликта между профессиональной подготовкой и вот этим внутренним чувством? Я думаю, что вообще, скажем так, глобальные, профессиональные, которые однозначно связаны с творчеством, да, оно не может быть без влияния Творца, это должно быть идти вместе, а потом у меня конфликты в этом вопросе совершенно никакого не возникало, я, наоборот, питал, питал какое-то вот понимание, поскольку у меня работа вся имела творческий характер, да, у меня всегда была наука, у меня всегда была попытка делать что-то лучшее, что-то новое, и без питания духовного, конечно, это трудно было, когда отношения стали формироваться, всё стало легче, я стал идти, как бы, ну, свободнее, я... А вы заметили результативность операции в том числе, то есть вы стали лучше себя чувствовать, а в профессиональном плане это тоже выразилось? В профессиональном плане появились новые, новый вид операции, новые возможности помощи людей, они до сих пор стоят в теме, которые, допустим, пока в России никто не делает, вот, и я очень верю, что эти операции будут совершенствоваться, и достигнуть такого качественного скачка, перехода в новую, современную область хирургии, нейрохирургия, то есть это тогда, когда мы, в общем, будем делать всё малоэнглазинно и менее травматично для пациента. То есть вы разрабатываете, получив, скажем, такое вдохновение, мир, ответы на вопросы, у вас высвободились силы творческие, чтобы разработать новые техники, технологии проведения нейрохирургических операций, правильно понимаю? Да, правильно понимаете, я почему-то не хотел работать рутинно. Есть специалисты, они доводят до, скажем, автоматизма какие-то операции и выполняют их, но они повторяются за день в день, за день в день, очень похожи друг на друга. Конечно, каждый человек индивидуальный, но есть в определенный момент повторения. Я именно хотел делать что-то такое, вот, как бы, новый этап, новый скачок, новое движение в развитии. И когда я, в общем-то, обратился к Богу и сказал, Господь, дай мне, пожалуйста, дай мне такую методику, метод, который бы я очень бы хорошо мог помогать пациентам. Потому что я перенес трагедию сам в своей семье, и я очень был, ну, сопереживаю людям, которые попадают в какую-то такую серьезную ситуацию. Тяжелую на грани жизни и смерти, да? Повязка своей специальности. Я говорю, что у меня всегда был посыл о том, чтобы сделать максимально хорошо. И вы это сделали с ним с помощью службы, да? Ну, я в процессе нахожусь, потому что специалист нейрохирургии – это вся жизнь обучения. Технологии меняются, появляются новые инструменты, новое оборудование. И должен всегда это осваивать. Я понимаю. Радмила, поделитесь, пожалуйста, вашей историей, как вы нашли этот путь к Богу. Чем это стало для вас? Я свою историю бы рассказала такой вот аллегорией. Есть вход в реку более резкий, и сразу попадаешь в глубину. А есть вход в реку или в море, водоем такой более плавный. А когда ты там находишься, уже в реке, просто потихонечку идешь, идешь, идешь. Идешь до тех пор, пока тебе уже не хочется плыть. Точнее, наоборот, тебе уже хочется плыть. И так это у меня и произошло. Я родилась в семье, где бабушка и дедушка были такими крепкими верующими баптистами. И мама и папа рассказывают, что как с рождения моего всегда звучали дома песнопения, чтение Библии, молитвы. То есть наша семья изначально не была атеистичной. А скажите, пожалуйста, это были верующие в первом поколении или в каком? Ну вот, как мне передали предки, да, то у моей бабушки, ее мама была верующая, она подарила Библию. И у нас дома есть старинная... То есть у бабушки были четвертое поколение. Ну получается так, да. И у нас дома есть старинная Библия, которая по женской линии мне перешла. Мы ее храним, как синицу ока. Невероятное наследие вы получили от своей семьи. Это правда невероятно. Она написана еще старым церковнославянским языком. Даже не нашим. Эта Библия прошла с вашей семьей через все революции, через войну, получается. Получается потрясение. Да, если вот верить, если не перепутаны события, то именно так произошло. Какого года эта Библия, вы помните? Я сама этот вопрос задавала, но вот у нее верхние странички, они обветшали, и их уже заменял папа, мой отец, заменял. И там, к сожалению, нету года. Но вот судя по тому, как она еще на том языке, на церковнославянском, видимо, до 1900 года. Ну, так мы понимаем. Потрясающе. Да. И, повторюсь, что семья не была атеистичной, всегда это как-то витало в жизни, в доме. Вот. И сама я лет в 9 пережила очень интересный опыт. Я находилась в лесу, шла по лесной тропинке, и задаю сама себе вопрос. А мне страшно? Ведь я же сейчас одна. Я в лесу, со мной нет никого. И я получаю такой вот внутренний ответ, и прям всей кожей чувствую, что я не одна. Вот такое вот откровение для ребенка. В лесу? Я не одна, да. Я как-то защищена. И когда мы взрослели, когда мы с Олегом познакомились, когда Рита у нас родилась, мы читали ей детскую Библию, такую красочную, цветную. И она тоже с детства понимала, кто такой Иисус, что такое хорошо, что такое плохо. И вот так вот я говорю, что вот аллегорично. Да, вот входили-входили-входили в эту реку. В какой-то момент времени мы стали ездить в храмы, в монастыри, но чего-то все равно еще хотелось большего, более глубокого. Мы стали искать, а что же это, а где оно, какое оно. Так мы постепенно вышли на телевизионные передачи, назывались они «Благословения». Нам очень было и близко по духу, и интересно. И мы таким образом пришли в «Благою весть», до сей поры мы там находимся. Так наши и познания, и духовные желания, и поиски, они вот расширяются, расширяются, продолжаются. Привели вас в правильное место. И вот тоже, как и ваш супруг, пережили момент такой вот полноты. Что вы пришли туда, где должно быть. И теперь не произошло такого, чтобы прям из тьмы в свет, но вы пришли в такое более светлое место. То есть был такой лучик света, который с вами следовал. И постепенно ваша тропинка стала шире, 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 более освещенной, и вы попали в светлое место, скажем. Да, да. И мне бы еще очень хотелось интересное духовное переживание рассказать. Мы же ездили в храмы, в монастыри, а тут пришли в евангельскую церковь. И у меня вопрос, а правильно ли я поступаю? Не нарушаю ли я каких-то духовных законов? Не делаю ли я зла тем самым своим поступком? Ну, как бы греха какого-то такого, который непонятен. Да, да, да. И очень интересно мне ответил Бог. Я такое пережила духовное путешествие вместе с ним. Сидя на проповеди, пастор перед проповедью читал молитву. И мне так захотелось просто плыть в молитвенном состоянии. Я прикрыла глазки, и я так четко внутренними глазами увидела, как с облаков спускается Иисус. Он так идет плавно, мягко, приближается ко мне, берет меня так за плечи. Я прям ощущаю на себе его крепость. Так легонько по челочке потеребел меня, снова взял за плечи, как будто бы подкрепляя тем самым, что ты правильно поступаешь, что нет никакого греха, ты со мной. И вот когда-то эти вторые объятия состоялись, я такую крепость его почувствовала, он убедился, что я его правильно поняла, развернулся и так же легко ушел и растворился. Мне не хотелось выходить из этого состояния, но было нужно уже выходить, возвращаться на проповедь. Но это переживание осталось с вами как подтверждение, что все правильно, что нет никаких ошибок и что вы в правильном месте. Да, для меня это правильно. Второй вопрос. Расскажите, пожалуйста, о том, как созидать счастливую семью, из чего она рождается, как вы нашли вот эту дорожку друг к другу и как вы храните ваш союз? Семья у нас появилась, и знакомство наше произошло не без профессиональной нашей деятельности, конечно. Это общая такая территория и общая деятельность, которая нас, в конце концов, свела. Я тогда был студентом третьего курса, Радмила работала медсестрой. Она была неврологическом отдельно, я, наверное, хирургическом, со студенческой скамеей еще работал. И вот на этом поприще мы как-то наши взгляды, взгляды как-то тропинки пересеклись, да. И мы познакомились с нами, потом стали, так сказать, дружить, встречаться, что, в общем-то, и привело к созданию нашей семьи. Неотвратимо. Да. Радмила, расскажите, пожалуйста. Как это было у меня. Кто его привел к этому законному концу, к началу новому? Я рациональным взглядом посмотрел на все это. А я женский. А те женский посмотрели. Ну, вот я говорила, что так вот плавно входил в эту духовную жизнь. И самое интересное, что в 14 лет я уже мечтала о хорошей, крепкой семье. В 16 лет я уже знала, что мой муж будет врач. А как? Вот так? А вот так вот мне было открыто, было понятно. Я медсестра, я понимала, что мой муж может быть только врачом. В 16 лет вы были уже медсестра? Ну, я училась. Училась. То есть вы из школы после 9 класса закончили, пошли учиться уже на профессиональное образование? Да, да. И вот там где-то в разговорах с девчонками, где-то в общении с однокурсницами. Вот как-то мне стало понятно, а мой муж будет врач. И когда мы уже работали в медицинской среде, познакомились, когда мы уже стали дружить, встречаться, когда поженились. И тут вы поняли, так это же он, он врач. Да, и вот он, когда вечером мы уже отдыхали, он одной рукой брал меня, другой рукой брал учебник, готовился. Можно уже было сдавать экзамены. Поженились, познакомились на третьем, поженились на четвертом. И в тот момент я уже поняла, что мой муж не просто будет врач, хороший врач, а что мой муж будет еще и ученый муж. И я тогда уже его в 20 с небольшим называла научный светильник. Да, шли годы. Студент от четвертого курса. Да, да. И вот он уже о себе рассказывал, как ему Бог открывал. То есть вот мне как-то было еще раньше открыто, что это будет. Чему я несказанно рада и благодарна Богу. А как хранили... А, еще знаете, как я поняла, что мне стоит за него выходить. Это интересный момент, да. Наверное, он же был не единственный врач в поле вашего общения. Открой тайну, я их буду знать. Кто там был еще, расскажи. Значит, такая история. Мы гуляли и попали под дождь. Мои кроссовочки промокли, ну прям вот полностью промокли. Мы пришли в медицинское общежитие, разулись. Олег увидел, что я вот на вся полностью, ноги мокрые. Он взял мои носочки, он их постирал. Да, он их повесил возле колорифера, поставил кроссовочки. Я так поняла. Это вот практически как Иисус ученикам ноги мыл. Я поняла, что этому человеку можно доверять. И вообще он был вот очень светлый. Он никогда не говорил плохого, негативного в адрес кого бы то ни было вообще. То есть он светом просто изливался, источал этот свет. То есть все-таки он отличался от других однозначно. Да, да. Поэтому как бы вы даже не смотрели в что-то другую сторону. И это было явным таким признаком, что он тот самый врач. Да. Господь есть свет. И Олег был такой, и был, и есть светлым человеком. Поэтому мне был очередной знак. И это было очевидно практически. И здесь вы как раз поделились еще одним действительно секретом счастливых семейных взаимоотношений. Вот этой, с одной стороны, сердечной прозорливостью, то, что вы как-то соизмеряли с истиной, которую Бог вам открыл. То есть свой жизненный путь сверяли и как бы спрашивали о будущем, поэтому вам открывались как-то интересно какие-то страницы, эпизоды, получается. А с другой стороны, вы как жена созидали своего мужа, вы в него верили. Безусловно. И вы, церковь этому учит тоже, вы словами переносили вот эту веру, не оставляли ее, скажем, без плода. То есть плодом были ваши слова, то, что вы переносили, это в реальность. И вы созидали и получили в конечном итоге кандидата или доктора медицинских наук? Кандидата в меднаук, доцента. Но наша жизнь продолжается. Это еще не предел. Я хотел бы добавить, что когда я уже увидел Радмилу, когда я уже понял, что это моя вторая половина, я это понял очень четко. Я это понял душу внутренностью какой-то. У меня просто какой-то магнит включился, и было полное понимание, что тут она, та, моя вторая половина, моя девушка, которой я доверю свою жизнь, возьму ее в свою жизнь, и мы будем идти вместе. Я знал, что не будет здесь никакой-то подвоха, что-то ломаться, не будет этого, потому что я знал, что она вот, знаете, какая-то, что вот это она. И вот сомнений никаких у меня не возникало. Вот это очень характерный, наверное, пример, как мужчины думают. Это она. Помните этот эпизод, как вы постирали эти носочки и понтолюсу, что это было осознанно уже после этого откровения? Ну, я почувствовал, что это надо сделать, да, что это вот мой поступок должен таким быть. Как-то проявиться должна эта любовь, вот это вот ее отношение особое к ней, да? И буквально несколько слов о призвании. Что для вас есть призвание? У вас есть на данный момент профессиональная состоятельность и рост в профессии, открытии, технологии. В чем вы все-таки видите ваше призвание и что вы можете сказать другим людям, как найти свое призвание? Мое призвание, то, что я попал в нейрохирургическую область медицины, оно было не случайным. Это опять же было, я понимаю, что было водительство. То, что я пошел в медицину, оно основывалось на определенных трагических обстоятельствах, которые я пережил в детстве. А потом, начиная уже, будучи студентом первого курса еще медицинского института, я не буду останавливаться, как я поступал, как мне помогал. Я видел определенные обстоятельства, хотя я готовился, все, как целый год. Вы понимали, что нужна свыше помощь какая-то? Я понимаю, я это видел помощь. Ну, например, я когда ехал на экзамен наступительный по биологии, и у меня было 15 минут прочитать лекции, я открыл, одна лекция открылась. Я ее прочитал, и медицин Берид попадается. Одну прочитал, и он уже попадается. Скажи богу, что вы не биолог. Ну, я год готовился, и еще плюс ходил в месячные курсы перед поступлением. То есть я подготовку серьезно вкладывал. И потом, почему-то, я не знаю, кто это, Ангел или кто, во время экзамена, третий, для меня был самый трудный, это физика. Почему-то мне в школе не очень хорошо преподавали, и экзамен был наиболее трудный. Но вдруг из комиссии подходит женщина какая-то, я ее вообще не знаю, кто. И она подходит, и экзаменуя меня профессору, говорит, а вот к этому молодому человеку будьте повнимательны. Я не знаю, кто, я ее никогда не видел. Я ее не видел и потом. По сей день считаете, что это был Ангел специально? Я считаю, что это был Ангел, потому что, ну, как так вот, что она такое прочитала, почему она пришла, это сказала для меня, обо мне. Вот. И экзамены все сдались, да, и был зачислен. Был зачислен и стал успешным студентом научным. Стал учиться студентом, ну, успешным. Знаете, такой возраст, когда мы всякие глупости можем делать, и правильные вещи. Вот. И на первом курсе ко мне пришли старшие курсники и сказали, Олег, тебе надо подработать? Я говорю, конечно, надо. Он говорит, пойдем к нам, нам в нейрохирургическое отделение нужны санитары. А вы еще не определились, что вы хотите именно нейрохирургии? Да, вообще ни о чем не думал. Я учился в медицине. И вот я пошел туда, и с этого момента я уже не выходил из нейрохирургии. Я менял больницу поближе к общежитию, но все равно приходилось так, что нигде не нужно было, только в нейрохирургии нужны были. Сначала санитары, потом медбратья, потом интернатура, врачебная деятельность. То есть вот так. У меня не было выбора, и меня сразу стало тянуть. Я понял, что это очень интересный область. Ну и что бы вы посоветовали, чему вы учите свою дочь и другим людям, чтобы определиться? Первое, конечно, понять вообще, чего ты хочешь. Это самое первое. Обычно студенты, я вот спрашиваю, преподаю, я спрашиваю, кто из вас хочет быть таким специалистом? Мы еще это не проходили, мы еще не поняли, что это такое. То есть я понимаю, что это как некий резонатор, да? То есть они проходят цикл, и у кого-то начинает резонировать эта область. Вау, 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 мне интересно, и дальше сно, научное общество, и пошел, пошел. Поэтому первое, что нужно, это понять, чего ты хочешь, да? Попробовать поймать эту резонирующую волну этой специальности. И так же ты должен понимать, что в этой специальности будешь работать, несмотря ни на что, сколько, столько надо, и ночью, и днем, и выходные, и в отпуске, и вот ты готов туда идти и окунуться, да, прыгнуть в бассейн и там находиться. Ну, наверное, как со своих позиций, я понимала, что мое призвание – это помогать. Помогать, в первую очередь, конечно же, своему супругу, создать ему такие условия, при которых он действительно станет тем, кем было открыто в 20 лет, да, что это должен действительно быть качественный врач. Потому что, идя на операцию, ты не должен думать, как у тебя дома, что у тебя с женой, повздорили вы или нет, как у тебя спал ребенок, что он завтра будет на завтрак есть и так далее. То есть от всего этого нужно было освободить, чтобы у него были ясные мысли, физически здоров, да, потому что он держит святая святых, человеческий мозг. Вот для меня даже не сердце, сердце, безусловно, это, ну, нет слов, да, это важнейший орган, но оно, по крайней мере, мышца. А что такое мозг? Это зыбкая структура. И я понимала, что я ничем не могу его огорчить, чтобы на завтра он пошел расстроенный, рассерженный или не выспался или как-то так. Поэтому вот мое... Война ответственность. Да, да, это же, это жизни людей, это не только здоровье, это жизни людей и самих пациентов, и тех, чьи они родители, или дети, или мужья, или жены. То есть было страшно огорчить Бога, ведь он же доверяет тебе быть женой этого человека. Страшно огорчить и мужа, и Бога. Поэтому вот призвание было помогать. Ну, а также, естественно, и родственникам, и неродственникам, другим людям в разных вариантах мы помогаем. В разных апостасиях разных вариантов. За это время вам большое спасибо за вашу искренность, за настрой ваших сердец, помогать не только налаживая свою жизнь, но помогать другим. И за то, что вы это делаете, действительно, с радостью, с любовью и стараясь улучшать все свои навыки, возможности каждый день. Друзья, спасибо вам, и я надеюсь, что встреча и общение с этими замечательными людьми поможет вам найти правильные ответы на те вопросы, которые есть у вас или у ваших близких в жизни. Делитесь этой программой, пересылайте ссылки, рассказывайте, может быть, еще одну историю, что может быть и как Бог помогает людям в жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА